Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 8 декабря. Память святых мучеников в Африке от ариан пострадавших. Эти святые мученики жили во времена Зенона, царя греческого, когда Африкой правил по смерти отца своего Гензериха Гуннерих, арианин по вере. Зенон, византийский император, 474-491 годы. Гензерих, король и основатель вандальского государства, королевства в Северной Африке. Гуннерих, сын его, царствовал 477-485 годы. Вандалы — это народ германского племени, пришедший с берегов Балтийского моря после перешедшей в Паннонию, на правый берег Дуная. Затем завладейший перенесским полуостровом и, наконец, обосновавшийся в Северной Африке. По совместному совещанию с единомышленными ему епископами, арианами Кириллом и Велимандисом, он воздвиг на православных столь жестокое гонение, что превзошел времена Диоклетиана и Максимиана. По всем подвластным ему городам и странам он разослал 15 тысяч воинов, повелев им изгонять отовсюду всех православных иереев. В это время православные собрались как-то в одну церковь и совершали там тайно-божественную службу. Узнав об этом, варвары, тайно обнажив мечи, усекнули всех верующих, воспевающих и славящих Бога. Так они действовали, исполняя повеление Гунны Риха внезапно убивать всех, не крещающихся в арианское крещение. Те, которые не могли перенести мучения, искали спасения в бегстве, оставляя дома свои и села. Те же, которые были тверды в православной вере, добровольно предавали себя на мучения. Таким образом, 300 человек, утвердившихся в истинной вере и отказавшихся мудрствовать по-ариански, были усечены мечом. Священники же были воспламенены еще большей ревностью о православии, и зато пострадали еще более. Два из них были сожжены, 60 же красноречивейшим из них были изрезаны языки от самых развилин. После того они рассеялись по всей земле греческой. И вот на них явилась великая чудодейственная сила Божия, лишенная языков. Они дерзновенно проповедовали, ясно говоря, и рассеивая лжеучения орианские. Так что все, видевшие и слышавшие их, приходили в изумление. И они исповедовали перед вандалами Сына Божия, Единосущным Отцу. В то же время в Риме жена градоначальника римского Сунильда, недугствовавшая арианской ересью, принуждала жену некоего вельможи римского по имени Анфису принять арианское крещение. Но не могла убедить ее, и в ответ слышала лишь, что она водой и духом крещена епископом Меделандским Амбросием. Тогда Сунильда во гневе сожгла святую Анфису. Муж святой мученицы пришел в страх, добровольно пошел и крестился ариевым крещением. Вскоре после этого он, желая покаяться, сел на коня. Но во время поездки, когда он находился против городской церкви, вдруг на него не спала молния и зажгла его. Он был низвержен с коня и сгорел. Так совершился над ним суд Божий прежде будущего вечного огня Гиенского. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.